Детская индустрия развлечений Детская индустрия развлечений Детская индустрия 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 что, безусловно, намного важнее, чем кино. Другие студии, которые чудом сохранились, переживают колоссальный упадок, и их закрытие — это лишь дело времени. Сейчас, конечно, модно говорить о страшной цензуре во времена СССР, и что творцам не давали воли для творчества, что в какой-то мере и является правдой. Но, во-первых, нужно понимать, что цензура в разные года была абсолютно разной, и да, действительно, сценарии должны были пройти кучу утверждений перед съёмками. Данная ситуация хорошо обыграна в мультфильме под названием «Фильм, фильм, фильм» 1968 года. Во-первых, этот мультфильм пропустила цензура, да как так-то? Ведь во времена СССР нельзя было подшучивать над властью. Сразу же расстреливали. И, во-вторых, да, действительно, цензура была. Но почему-то хорошие фильмы времён страшной цензуры, если задаться целью и вспомнить их все, на это уйдёт, наверное, целый день. И то упомнишь не все. А вот сейчас, когда цензура пала, по-настоящему хорошие фильмы, снятые на всём постсоветском пространстве, можно в лучшем случае пересчитать по пальцам двух рук, Как мне кажется, основной причиной такому положению дел является то, что при Союзе кино не было коммерцией. В индустрию шли люди, которым было что сказать и что показать зрителю. И главной их мотивацией не был финансовый успех. Если у тебя не было бы таланта, в кино бы ты не попал. Сейчас же в кино может попасть абсолютно любой бездарь. Снять говнокомедию без смысла и юмора, чем, собственно, большинство и занимается. Ведь единственный их мотиватор, зачем они пошли в кинопроизводство, это... Бабки, 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 сука, бабки! Так некоторым ещё и государство даёт денег на реализацию их говнопроектов. Индустрия же детского кино у нас сейчас полностью мертва. Нет, для самых маленьких, конечно же, снимают мультфильмы, среди которых есть даже довольно неплохие. Но вот подростковое кино отсутствует практически полностью. Вот можете вспомнить хотя бы одного знаменитого актёра возрастом 12-15 лет у нас? Нет таких. Ещё, конечно, есть великолепная передача для детей, где с ними через экран разговаривают вот таким вот голосом, словно дети это не люди, а ебанная жижа, которая не понимает нормального человеческого языка. А потом дети подрастают, если они родились в провинциальном городе, выходят на улицу и видят, как прекрасен мир без наркотиков. И потом всю жизнь пытаются вернуться вот в то состояние, когда с ними с экрана вот так вот разговаривал добрый дядя-волшебник. В какой-то момент находят правильный канал в Телеграме и пополняют ряд наркоманов. В целом же детского кинопроизводства и индустрии нет. Из этого и мои постоянные претензии к плохоиграющим детям в кино, потому что их берут в кино либо по блату, либо просто с улицы. Во времена СССР же были знаменитые дети-актеры, которые, повзрослев, продолжали сниматься в кино. Ведь им было где реализовать свой талант. Снимали фильмы с детьми и для детей. Немалым толчком для ребёнка мог послужить и Яралаш. Вот тут мы переходим к основной теме ролика. Киножурнал Яралаш был основан 3 апреля 1974 года. Режиссёр Алла Сурикова внесла предложение создать юмористический журнал для детей. Изначально он должен был называться по аналогии с другим киножурналом «Фитиль» «Фитилёк». Но позже сошлись именно на названии Яралаш, которое сейчас стало, можно сказать, именем нарицательным. Изначально Яралаш демонстрировался в кинотеатрах перед основным сеансом. И сценарий к первым коротким эпизодам писала знаменитая русско-советская поэтесса Агния Барто. Позже Яралаш перекочевал из кинотеатров на телевидение и стал отдельным развлекательным, если так можно выразиться, шоу для детей. Лично я не могу сказать, что был прямо большим фанатом Яралаша в детстве. Но несколько зарисовок я прямо сейчас сходу могу вспомнить. Это, конечно же, про «Рыбы здесь нет». Здесь рыбы нет. Ты что, глухой? Здесь тоже нет. А тут? Тут нигде нет рыбы. А кто это говорит-то? Кто-кто? Директор стадиона. И зарисовка под названием «Слушай мою команду». Знаете, доктор, у моей собаки наблюдаются неадекватные реакции на мои команды. Я ей даю какую-нибудь команду. А она вместо этого ведет себя как-то неестественно. Приводите вашу собаку, будем ее смотреть. Она со мной. Тогда на стол. Ну, скомандуйте что-нибудь. Лежать! И вот в 2017 году «Яролаш» возвращается к истокам. А вернее, возвращается на широкие экраны. И нет, это не полнометражный фильм. Это скетчи. И нет, это не новые скетчи, снятые специально для проката. Это подборка лучших современных зарисовок, по мнению авторов. И меня сразу же интересует вопрос, а на что именно были потрачены государственные деньги? Ведь фильм «Яролаш в кино» выходил при финансовой поддержке Министерства культуры. Они же вообще ничего не снимали, а просто взяли старый материал и пустили в кинотеатры. Причем в прокате вот это все собрало жалкие 7,5 тысяч долларов. Его вообще мало где показывали. Куда и на что были потрачены деньги? Ничего нового создано вообще не было. Художественный фильм с пи***ли. Министерство культуры спонсирует, к слову, и производство новых эпизодов «Яролаша» для ТВ. Зачем? Которые, по-моему, вообще никто не смотрит. И они просто отвратительного качества, как в плане юмора, так и в плане производства. Ну да ладно. Сейчас я вам покажу лучшие из лучших зарисовок, которые показывали в кинотеатрах. Обо всех мы говорить не будем, иначе вы сойдете с ума. Концептуально они ничем не отличаются. Зарисовка под названием «Укушенный». Кстати, это название отлично бы подошло для очередного сериала телеканала НТВ. Там ведь все сериалы почему-то называются «Неудержимый», «Буйный», «Еб...» Ну вот эти все их фишечки. Значит, есть некий рыжий паренек. Злодей, который терроризирует всю школу. Постановка, сразу могу сказать, радует. Просто посмотрите на это. За детишек решает заступиться старшей. И Смирнов его кусает. И в директора, по всей видимости, вселяется демон. Но потом оказывается, что все это ему привиделось. Хотя на самом деле нет. Вот это еще, кстати, был не самый плохой скетч. То есть здесь хотя бы была какая-то попытка вложить в сюжет хоть какой-то юмор. Следующая зарисовка под названием «Ой, боюсь», которая традиционно начинается с мультфильма. В котором присутствует паук-педофил. В класс приходит новенькая рыжая девочка, у которой... Арахнофобия! И посмотрите на великолепно подобранную массовку. Вот эта девочка, она из какого класса? Вернее, не так, правильнее спросить, из какого, б***ь, она периода? Она чуть ли не в два раза старше всех остальных. Главная героиня просит учителя осмотреть класс на предмет нахождения в нем пауков. Можно я на всякий случай проверю? Ну, проверь. Are you gonna kill it or capture it? And move back. Пауков в классе не нашлось, но она принесла с собой своего. Ну вот видишь, нет здесь никаких пауков. Так у меня с собой. Например. Да не, ебаный творог, чё, больная, б***ь! Это конец. Следующий скетч под названием «Уважительная причина». В школу приходит потрёпанный жизнью рыжий мальчик. Все очень удивляются, что же с ним произошло. В том числе и учительница. Сколько стоит? Проходи, садись. Хотя этой учительнице лично я не доверял бы. Ведь ничему хорошему детей она не научит. Давайте, как у вас там это называется? Потусуйтесь, поколбастись. И в общем, можете пойти на озеро и поширяться. Оказалось, что мальчик сидел со своей сестрой. Я с сестрёнкой младшей посидел. Но ему и никто не верит. Как вдруг в класс вкатывается она. Во-первых, мне бы хотелось посмотреть, как эта девочка тарабанила на второй этаж эту машину. А ещё я бы хотел увидеть юмор в этой зарисовке. Следующий эпизод под названием «Расплата». Нас переносят в театр, куда пришёл рыжий мальчик. У него постоянно звонит телефон, и он мешает представлению. И в какой-то момент актёры срываются. Но у мальчика оказался второй телефон. И это тоже конец. В чём смысл? Я даже примерно не могу представить. Ну вот, примерно такого уровня все скетчи. И всё это действие длится 1 час 40 минут. И вот теперь давайте вернёмся к настоящему яролашу. Основной задачей которого было не только повеселить маленького зрителя. А ещё юмористические зарисовки чередовались с теми, которые несут в себе социальный подтекст. И учили детей правильным вещам. Агитировали их учиться. Объясняли, почему не учиться плохо. Призывали не повторять за взрослыми их вредные привычки. И много чего ещё. Причём всё это очень хорошо сочеталось с юмором. Да, сейчас он кажется примитивным. Но в то время и для того времени это было вполне достойно. Современный же яролаш. Кстати, давайте для начала поговорим о его качестве в целом. Вот смотрите, вот так выглядел самый первый выпуск яролаша. А вот так выглядит один из самых последних. Вы видите разительную разницу? Люди, которые снимают яролаш сейчас, по-настоящему уникальны. Ведь технический прогресс пролетел мимо них. Поэтому в техническом плане выпуски 70-х годов сложно отличить от выпусков, снятых в 2018 году. Актёры в оригинальном, настоящем яролаше, как взрослые, так и дети, играли. И даже когда для сюжетов брали непрофессионалов, в частности детей, их иногда брали просто так. Поэтому может быть отыгрыш местами у детей и не очень хороший. Но всё равно у них видна искра в глазах и искренность. Яролаш на самом деле вырастил немало знаменитых личностей. Для многих талантливых детей в то время съёмка в яролаше могла стать толчком. Да и уже имевшим имя звёздам было за честь сняться в яролаше. Что же мы видим сейчас? А сейчас всё очень плохо. Ведь Борис Грачевский берёт не талантливых детей, а берёт детей по блату. И это не только моё мнение, а мнение ещё огромного количества людей. В частности, актёра, который играл в яролаше ещё в 87-м году, Станислава Садальского. А дети, как попадали к нему, расскажите. Вы знаете, и дети были тогда талантливы. Это сейчас Боря берёт детей чиновников, детей нефтяных намагнатов. Бам! Да, Боря! Я первый раз слышал! Да-да, таких наглых детей. Уже с этими детьми не страшно играть. Какой ты глупость говоришь, Стас. Знают об этом практически все, просто только он не боится говорить об этом открыто. Плюс создатели не стесняются заниматься самоповторами. А вернее, плагиатом идей из эпохи расцвета ярлаша. А иногда, когда хотят хоть чуть-чуть замаскироваться, просто берут сюжет и слегка меняют наполнение. Пример, эпизод «Кто кого покусал» 1986 год. И эпизод «Ох уж эти сплетни» 2015 год. Вовка Степану сбесился, трёх санитаров покусал и милиционера. Петька-то сбесился, на Таньку набросился. Привет! А-а-а-а, Вовка Степана. Смотрите, идут. Покажите! И что же мы имеем в итоге? Лично для меня, ярлаш умер в начале нулевых. Именно тогда он из лёгкого юмористического журнала для детей превратился в чисто коммерческую историю. И всем стало абсолютно плевать на финальный продукт. Министерство культуры даёт деньги на съёмки, потом эти сюжеты продаются первому каналу, некоторые детишки за денежку попадают на экран. Как говорится, сюжеты крутятся, бабло мутится. И плевать, хороший это продукт, нравится он зрителям, всё равно, всем всё равно. Ведь сама цель другая. И плевать, что если бы сейчас ярлашом управлял человек, заинтересованный не только в деньгах, это и по сей день могла быть отличная история для детей. Можно было его осовременить, поднимать какие-то более актуальные темы для нынешних детей, чему-то учить современных детей. Можно было сделать интересную интеграцию ярлаша в интернет-среду, а не просто выкладывать ролики на YouTube. Идеи на самом деле море. Но никто не будет этим заниматься, потому что всем всё равно. Абсолютно каждая серия делается по принципу «Чё сделано, то сделано, надо думать, как дальше будет». И повторюсь, умер не только ярлаш, погибла вся индустрия детского кино у нас. Вот такая история с радужным, многообещающим началом и с весьма печальным концом. Радует только одно, что хоть созданные в те годы фильмы сохранились, хотя с каждым годом они остаются интересными всё меньшему и меньшему количеству людей. Но если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на мой канал и на группу ВКонтакте, если ещё этого не сделали, и посмотреть один из предыдущих обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok